Всем привет, друзья! Мы с вами сегодня едем на пляж, который находится на острове Макдан. Это недалеко от Сибу. Вообще, этот остров прямо соединяется вместе с городом Сибу-Сити. И, в общем, попасть сюда на пляж очень тяжело. Вкратце скажу, мы ехали двумя джипами и сейчас еще на трассе колеедем. Честно говоря, это очень сложно. Но нам очень интересно, потому что мы верим в то, что мы наконец сможем увидеть настоящее море и пляж вот рядом с городом Сибу. Проезд джипни стоит здесь 21. Песо, ну, по крайней мере, в наше направление получилось. По поводу трассикала нам предложили за 200 добраться, но мы смогли бы немножко торговаться за 150. Вот сейчас едем. На самом деле, я даже очень удивился, что остров Макдан такой большой, потому что я думал, здесь просто расположен аэропорт и ничего больше. Но, как мы видим, здесь просто достаточно очень много и жилых районов, и природы. И, в общем, еще как мы надеемся увидеть пляжи, здесь и транспорт общественный. То есть, ну, прям такое нормальное место. Так, ну, что-то связанное с водой мы уже видим. Пока я вижу, что это просто часть деревни, по которой мы едем. И вот местные жители, они выглядят так. Так, а мы с вами подъезжаем уже именно к пляжу. Честно говоря, это вот очень необычно, потому что первый пляж, наш первый пляж на Сибу, в острове, в соседнем острове, к Сибу. Вот. Совершенно. У нас куда-то продолжает везти. Мы вроде бы уже подъехали к пляжу, но тем не менее, вот по такой дороге мы продолжаем наше путешествие. Мы с вами завернули буквально за угол и уже заплатили 10 песо просто за то, что мы проезжаем вот по вот этой дороге. Приехали мы сюда. И, в общем, вход здесь 100 песо. То есть, просто вход на пляж 100 песо. Я Жене говорю, давай мы пойдем уже хоть куда-нибудь, потому что время у нас через 3 часа просто станет тут темно полностью. И непонятно, как добираться домой. Но нет, мы решили пойти на следующий пляж. Роуз, какой-то бич. Вот. И, как Женя говорит, он уже посмотрел отзывы, этот пляж будет бесплатный. Посмотрим, что на самом деле. Пока вот такими красотами приходится наслаждаться. Позитивная собака. Ну что, мы сейчас посмотрели вот со стороны этот пляж, который за 100 песо здесь выглядит вот так. Конечно, не идеально, но все-таки как-то смотрится. Бесплатный пляж за моей спиной. Ну, там... Там как-то все вообще печально все. Там грязно все как-то, я не знаю, у меня там все сведнеется. Честно говоря, и то, и то, не очень. Но... Тут... Тут как-то так. А вот и бесплатный пляж. И ребятки играют в монетки, да? Да, в монетки играют. Похоже, апартаменты. Большой коттед 600. Маленький коттед 400. Вот, как бы, да, стоимость услуг достаточно адекватная. Но, блин, ребята. Тут просто на пляже у нас козы. Козы? Да. Действительно, на пляже просто козы. А теперь... Что мы теперь? Теперь мы видим местное население. Люди, которые отдыхают вместе с козами. Прям на пляже. Не заморачиваются. Ничего. Вот. Тут козы. Вот. Вот такой вот пляж. Мы к нему сейчас только-только подходим. Обратите внимание, вот этот филиппинский стайл. Когда люди купаются, одетыми заходят. То есть, все это, конечно, смотрится на любителя. Наконец, ребятки, мы подходим. Подходим, наконец, к морю. Вот. Бесплатный пляж. К вашему вниманию. Как вы видите. Сейчас водичку покажем. Вот такая у нас вода на бесплатном пляже. Ну, смотрится неплохо, кстати, водичка. Ну, что, давайте проверим температуру воды. На что вообще напоминает она. Скажу так, что по ощущениям это явно прохладнее, чем в Эмиратах. Ну, нормально. Как будто, знаете, в бассейне вот идешь. В бассейне в таком теплом. Не могу сказать, что прям горячий. Но теплый-теплый. Приятно. Прикольно. То есть, если вот придерживаться филиппинскому стилю, то купаться нужно прямо в шортах. Обратите внимание на то, что здесь люди плагают все в одежде. Вот такие экзотические дополнения на пляже. Ну, что, друзья, мы увидели этот пляж. Действительно неплохое место. Хотя в таком филиппинском стиле. Сзади меня козы и Женя пытаются с ними взаимодействовать. Ну, что могу сказать. Остров Мактан. Да, это такой прям местный-местный стиль. Люди здесь. Я туристов здесь вообще не вижу. Состоит он из таких деревушек. Маленькие деревни. Ну, мне нравится, что тут есть хоть какой-то общественный транспорт. И он все-таки, ну, действительно большой остров. Природы здесь хватает. Вот. Если бы еще немножко почистили бы, да, как видите, здесь встречается мусор. Вот. Это не совсем радует. В остальном, в принципе, все мне пока нравится. Водичка, я сразу говорю и говорил уже, что она теплая. Вот. На сегодня все. Если интересное видео, подписывайтесь на канал. И впереди у нас много интересного. Не забывайте, впереди у нас еще остров Баракай. И это будет уже завтра.